Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстон, и сегодня мы поиграем в игру под названием World of Warships от создателей World of Tanks. В общем, игра такая, морские сражения, да, битва морских кораблей. Если кого заинтересует, ссылка на игру будет в описании видео на ютюбе. Итак, друзья, ну вообще, это наш такой первый взгляд. Я поиграл совсем немного, вот у меня всего лишь второй уровень, и если посмотреть информацию, где тут можно было... А, вот, вот он профиль, то игр я тут прошёл совсем немного. Четыре боя провёл, из них два боя провёл с ботами, и даже какой-то из них мы проиграли. Я даже сначала не знал, что это борьба с ботами, но потом, когда я достиг второго уровня, мне тут написали, что мне теперь доступны бои с обычными игроками, и я тогда такой, о, господи, а я ж до этого даже с ботами играл. Ну, как-то сначала я не въехал в эту тему. Ну, если брать вообще корабли, которые нам тут доступны, тут есть два древа развития. Это американские корабли и японские корабли. Ну, вот здесь, если посмотреть в развитии, да, всё. Япония, Америка и ещё есть СССР. Ну, это как два бонусных корабля, то есть, можно сказать, по сути, СССР здесь нету. В общем, понятно, почему. Понятно, что они решили, ну, если у нас игра про морское сражение, какое у нас было такое знатное, известное мировое сражение, которое можно бы воссоздать в игровых условиях. Да, это, конечно же, вторая мировая, это битва США с Японией. Вот, там были действительно ожесточённые морские баталии. Ну, и, в общем, ребята, видать, хотели именно в эту эпоху нас окунуть. Ну, что ж, давайте для начала не будем долго мусолить. Давайте сразу отправимся в бой на, ну, я думаю, начнём с японца. Тут вообще можно как бы развивать какую-то определённую ветку, да, кораблей. То есть, хочу там, хочу за японцев чаще играю, хочу за американцев. Можно сразу и тех, и тех. В принципе, вот мне сейчас доступны только два корабля, да, это самые начальные корабли, самый первый корабль японцев и самый первый корабль американцев. Если вас, допустим, из боя выводят раньше, чем остальных ваших союзников, то у вас два выбора. Либо вы можете досмотреть бой, как сражаются ваши союзники, либо вы можете пересесть на другой корабль. Ну, так как у меня их только два, да, то есть я могу с японца пересесть на американца и тем самым развивать, ну, пока что обе ветки. Не знаю, потом, наверное, уже можно будет более богатый выбор делать. Так же, ну, вот если сравнивать, в принципе, корабли, я посмотрел, ну, по крайней мере, посмотрел там первые два корабля, которые нам будут доступны, они, в принципе, не особо отличаются, да, там, ну, один чуть более толстый, другой, там, чуть более манёвренный, там, у одного больше маскировки, у другого, там, чуть меньше. Ну, как-то они, знаете, есть, конечно, различия, но незначительные, поэтому, я думаю, такого прямо сильной разницы, за кого, да, за кого играть, наверное, нету, да, все примерно равны, то есть нет такого, что одни ведут и лучше играть за американцев, у них там сильнее корабли. Нет, такого в игре нету. Ну, или, по крайней мере, я думаю, что нету. Ребята-то серьёзные, такого вообще быть не должно, поэтому об этом даже и говорить не суть. Так, ну, ладно, друзья, мы, в общем, начали. Я вперёд, наверное, рваться не собираюсь, потому что не хочу слишком быстро погибнуть. Наши, вон, там тоже, я смотрю, я не знаю, такое ощущение, как будто они не плывут и стоят на месте, но, в общем, поплыву к ним. Хотя мог бы вот с этими ребятами поплавать, да? Я даже не знаю, кого тут больше. Этих четверо, а этих раз, два, сколько там, четверо, шестеро. Ладно, давайте на правый фланг пойдём. Хотя тут ещё за мной, вон, ещё один. Тут ещё, друзья, вот, кстати, заметил, что основные характеристики корабля, да, там такие, как живучесть, маскировка, манёвренность, их можно посмотреть более детально. Ну, вот, например, манёвренность корабля состоит из нескольких параметров. Это, во-первых, максимальная скорость хода корабля, это скорость перекладки руля с борта на борт, и, ну, это минимальная дистанция, необходимая кораблю для совершения поворота. Так, ребят, у нас, кажется, тут враги повсюду показались. Но они где-то там, далеко. Они за горой. Я даже не знаю, насколько мои орудия далеко бьют, но вот до этого, парня, я тоже не достреливаю, видите? А вот до этого, до этого почти достреливаю. Стрелять надо наперёд, туда, куда движется враг, то есть в его предполагаемую точку, когда ваш патрон приземлится. Есть ещё, знаете, такой выстрел со слежением за снарядом, чтобы посмотреть, куда он приземлился. Опа, смотрите, наш снаряд неплохо идёт. Нет, плохо идёт. Это выглядит симпатично, но, тем не менее, это отвлекает маленько. Ага, он поворачивает. По лёгким кораблям вообще сложно попасть, я даже не знаю, куда вот я по нему стреляю. Может быть, мне лучше вот сюда куда-нибудь зарядить. Там он, парень, почти стоит на месте. Правда, он маленько далековато. Так, по мне торпеды шли. Когда такой... О, смотрите, мой снаряд попал. Ещё два выпускаем. Ещё попадание. Парень стоит на месте. Так, его добили. Жалко, что не я. Так, что там? У нас ещё кто-то. Короче, тут я так понял, главное стрелять без остановки. Ну, конечно, хорошо бы ещё метко стрелять. Потому что вот эти два снаряда я вообще глупо пустил. Вот, теперь есть попадание. Он выравнивается прямо на нас. Ну, отлично. А мы ему бортом сейчас. Знаете, видите, когда вы идёте бортом, у вас есть пушки на носу и сзади, да, там, как на корме, я не знаю. Ну, в общем, спереди и сзади есть у вас орудие. И если вы идёте к врагу боком, то, конечно, по вам проще попасть, но зато вы можете стрелять с двух орудий. Если вы повернётесь носом к врагу, то из всех орудий вы огонь сделать не сможете. Так, давайте. Так, что, торпеды где идут? Вообще не вижу. Что-то пеликает. Ох ты, у нас там ещё справа враг. Это мне не нравится. Мы от него сейчас за грудь уйдём. Но мы ни от кого не уйдём. Тут всё уже во врагах. Наш единственный шанс это не отвлекаться и бомбить. Хотя бы надамажить, знаете, побольше перед смертью. Уже, похоже, неминуемый. Потому что чем больше мы надамажим, тем больше мы очков заработаем. Парень, да когда же ты сгоришь адским пламенем? Сколько он может терпеть? Вот, отлично. Этого мы подорвали. Где там ещё у нас враг? Вон, у нас враг за нами. И вон там есть враг ещё. Я даже не знаю, по кому бомбить. Пока что я вот этого вижу. Давайте на него попробуем вывести. Свои орудия. Промазали. Блин, мы к нему так хорошо развернулись. И вот ему по нам. Так, отлично. Мажем, мажем. Ну, ребята, вы смотрите. Вы сильно не смотрите на то, как я играю. Потому что я знаю сам, что я играю плохо. Потому что я играю первый раз. Тут же дело опыта, да. То есть, сколько у меня... Блин, откуда торпеды вот они прошли стороной. Но ничего страшного. Так, ладно. Где у нас враги остались? Вот там, да, у нас враги. В 9 километрах я уже почти достаю. Или даже достаю. Можно пока что... Вот такой снаряд пустить и посмотреть. Мы уже достаем по длине. Только единственное, что надо было наперед стрелять. Вот так примерно, да? Даже дальше. А, не, нормально. Мы попали. Есть попадание. А, блин, сейчас слишком близко. Стрельнул. Не попаду. Хотя не вот там. Бах, бах. Затопим. Отлично. Корабль противника уничтожен. Это мой фраг. Друзья, ну что ж, я доволен. Вообще игра прикольная. Она вообще смотрится симпатично. Тут, вы видите, корабль. Очень детально можно посмотреть. Все, как тут выглядит на нем. И когда вы вражеские корабли топите, тоже. Ну, там все красиво. И момент затопления. Ну, и вообще вода симпатичная. Ну, как бы все хорошо сделано. Все качественно. Ну, нельзя было вообще ожидать чего-то другого, да? От создателей World of Tanks. Кстати, вот самый интересный момент. Я когда сначала открыл. У них, смотрите, у них есть три игры, да? У них есть World of Tanks, то есть мир танков. Есть World of Warships и World of Warplanes. То есть мир боевых кораблей, мир боевых самолетов. Я такой думаю, а почему же не World of War Tanks, да? Ну, по аналогии. Ну, понятное дело. В общем, понятно почему. Понятно, что, как бы, есть боевые корабли, а есть мирные корабли. Есть боевые самолеты и есть мирная авиация, да? Но вот как-то мирных танков я еще не встречал, да? Таких там, на которых обычная дедушка за картошкой ездит на танке. Еще что-то в этом роде, да? Ну, как бы. Поэтому и понятно, что тут не нужно добавки, что мир боевых танков. Так, ну у нас вот эта точка, я так понимаю, ее можно захватить. У нас где-то еще один враг, похоже, скрывается. Но искать его, шуршать сейчас по... Ну, я не знаю, за островами. Я не знаю, он спрятался или он вообще АФКшник. Ну, искать, похоже, никому не охота. Поэтому проще захватить вражескую точку и таким образом получить победу. Ну, может быть, он еще сейчас появится где-нибудь, попробует выплать и помешать нам. Причем, смотрите, тут нет такой тематики, что, ну, как бы, нас распределили по командам. Команды всегда, ну, так же, как в мире танков, составляются примерно одинаково, да? То есть нет такого, что у одной более сильные корабли, а у другой более слабые. Ну, всего должно быть поровну, ну, или примерно поровну, да? Но при этом, как бы, нету такой классификации, что там в одной команде только японцы, а в другой американцы. Нет, вот мои союзники Америкосы, Америкосы, а вон наш союзник, по-моему, японец, да? Если не ошибаюсь, можно приблизить, посмотреть. Да, вон, японский флаг. Так, ну что, друзья? Захватываем базу. Вот, в принципе, уже и победа. Победа. Получено за бой 53 тысячи монет. 1455 опыта, попал 60 раз, вывел из строя шестерых, уничтожил троих, поджег четверых и помог захватить базу. По-моему, вот так, как в целом, результаты для новичка неплохие. Ладно, давайте вернемся в порт. И теперь вот эти все наши заработанные очки мы можем куда-то потратить. Мы, во-первых, получили третий уровень, что нам дают ежедневные боевые задачи. Получая дополнительные награды за выполнение различных боевых задач в случайных боях. Взамен выполненных боевых задач каждой сутки начисляется одна новая. Кредиты в подарок 300 тысяч. Отлично, отлично. Спасибо, друзья. Это все мне пригодится. Ну, вот у нас есть боевая задача. Победить. Да, победитель. Я так понимаю, надо победить. Эффективная стрельба. Получите 35 тысяч кредитов за нанесение 60 тысяч урона любого типа кораблям противника. И тяжелый урон. 20 тысяч кредитов за нанесение 10 тысяч урона любого типа кораблям противника в одном бою. Я даже не... А сколько я сейчас за бой нанес урона? Я что-то уже и забыл. У меня памяти как у рыбки. Так, ну ладно, друзья. В общем, что мы можем зайти в наше древо развития, я так понимаю, и открыть себе новый корабль. Так. Вот. Исследовать за 720. Элитный статус присваивается кораблю, для которого исследованы все доступные модули и ветки развития. Угу. Так, ну вот мы исследовали этот корабль. Мы его можем купить за 60 тысяч. В принципе, у нас эти средства есть. Давайте его прикупим. Вот его поставили в новый слот в нашем порту. Теперь, друзья, на него давайте сразу же изучим какие-то всякие бонусы. То есть мы можем улучшать корпус. Для этого надо 700 исследовательских данных. Так, а куда нажать, чтобы изучить? А, не хватает. Мы все потратили. Я думал, что у меня много было. А, надо сначала на нем, именно на этом корабле, поплавать, чтобы тратить эти очки исследований. Ну ладно, давайте вот как раз сейчас на этом, на новом корабле. Это, я так понимаю, корабль более тяжелый. У него 17 тысяч здоровья. У предыдущего нашего было там 10 с небольшим. Ну и я думаю, урон тоже побольше. Более бронебойные снаряды, наверное. Наверное, поменьше маневренность. Ну не знаю, давайте. Давайте, в общем, не будем тянуть кота за хвост и отправимся еще посражаемся. Вот тут у нас видно, сколько игроков в нашем диапазоне. Сколько у нас линкоров, крейсеров, эсминцев. Так, ну все. 5, 4, 3, 2, 1. Что, давайте, ребят. Я готов начинать. Вот, отлично. Можно сразу посмотреть, что из себя представляет наш новый кораблик. Вот такая вот ерунда. Я не знаю, прям Титаник. 4 паровых этих трубы. Не знаю, красавец. И, по-моему, бьет дальше. Я не знаю, может, мне, конечно, кажется. Единственное, что тут, ребята, я не разобрался, как торпеды выпускать. Надо будет потом в управлении посмотреть. А может быть, у меня просто пока что корабли, у которых нету торпед. Не знаю. Так, ну я думаю, друзья, что наша сила в единстве. Поэтому я поеду туда, на левый край, к нашим товарищам. Вон они уже вперед лезут. Так что можно спокойно из-за их спин будет кого-нибудь поддамаживать. Единственное, что и мне могут вот отсюда зайти, да. Если смотреть с этой стороны, то я на переднем крае. Поэтому надо поторопиться туда, к нашим. Но это вообще я говорю сейчас, как я рассуждаю. Может быть, я неверно рассуждаю, потому что опыта у меня в игре не сильно много. Его, можно сказать, почти что и нет. Там ребята кого-то нашли за горами в 11 километрах от меня. Скорее всего, наши враги все вот где-то вот там плывут, да. Но вот здесь плыть одному опасно. Есть у меня, правда, тут несколько союзников, да. Врага в 12 километрах я не достаю. Надо подойти поближе. Когда я подойду поближе, мне кажется, меня уже с той стороны будут бить. Я вообще сейчас как-то ни туда, ни сюда. Я нигде не помогаю. Ни с одной стороны, ни с другой. Кажется, я сейчас полез куда-то в одиночку. Это не очень хороший знак. Ну ладно, я сейчас попробую в спину зайти тогда врагам. Хотя и мне могут тут же в спину в ответ зайти. Вот этому могу напулять. Я, короче, сейчас вообще в наглую зашел в спину врагам. И я не знаю, это мне может очень аукнуться. Смотрите, парень там вообще, похоже, сел на мель. Я не знаю, он не двигается. Отлично. Мы его подожгли. Я вообще сейчас наглею. Я просто зашел в спину врагам. Всему флоту их. Буду надеяться, что они сейчас не особо на меня будут отвлекаться. Хотя вот этот парень сейчас явно на меня будет отвлекаться. Так, вот это что-то наменилось. на меня, бычиться. Ты же парень, горишь. На, получай. Ну, я сейчас вообще, друзья, в наглую стою, да? Против толпы врагов. И кто мне помогает? Мне, по-моему, никто особо не помогает. Дайте вот этого. Блин, почему пушки? Он на хитах. Надо и по нему бить. Отличное попадание. Надо все-таки же какой-то командный ассист сделать, да? Не так, что распылять силы на всех. Как я это делал до сих пор. А бить какого-то более подбитого. Такого, как меня, например. Блин, все. Друзья, меня снесли. Я, короче, тут какую-то ерунду в этот раз вычудил. Шел не с всеми. Залез на всех один. И в итоге, что в итоге? Никого не уничтожил, да? В отличие от прошлого боя. Ну, давайте вернемся в порт. Не будем досматривать там наши сражения. Вообще, что у нас там? Вот поверху видно. Три, шесть кораблей у наших. И у врагов тоже, у врагов семь кораблей. Ну, не знаю, чем бой закончится. Нам потом сводку, в принципе, должны прислать. А мы пока что давайте отправимся в порт. Мы все равно получим свою награду за этот бой. Ну, нам пока что недоступен вот этот корабль, который находится в бою. Но мы можем сплавать сейчас на американце. Заодно, я думаю, если сейчас хороший бой проведем, то нам именно американца должно хватить на новый корабль. Вот здесь видно, значок моего корабля, значит, я крейсер. Линкоры с таким значком, эсминцы с треугольником, авианосцы. Ну, я думаю, для авианосцев еще пока рано, да? Ну, я не знаю. Хотя, может, и не рано. Ну, посмотрим. Мне еще пока ни разу авианосцы не встречались. Ну, вот у нас, да, у нас два эсминца, я так понимаю, и в основном обычные крейсеры. Так, ну что, не знаю. Я обычно, знаете, я вот обычно привык там, появлюсь и туда и почему-то чешу на левый край, потому что мне кажется, что там народу больше. Но сейчас, я думаю, мы пойдем здесь справа вместе со всеми. У нас там люди, ребята, в чат пишут, Валтаку, валим всех! Не знаю, можно, конечно, им тоже что-нибудь воодушевляющее написать, но да бог с ним. За родину, за Сталину, ура! В общем, видите, как у нас видно, в принципе, насколько нам пушек хватает. То есть, вот уже под таким углом я могу стрелять только из одной пушки. Вот справа зелененький, да, это то есть, чего я могу стрелять. Слева оранжевый, это то есть, чего я стрелять не могу. Вот, а под таким углом уже могу стрелять из всех орудий. Ну, в принципе, у них большой угол поворота, как на мой взгляд. Ну, конечно, если мы едем прямо, то мы можем стрелять только из носовых орудий. Ну, если мы стреляем перед собой. Силы противника на горизонте. Ага, силы противника. Ну, я не достану, поэтому нет смысла стрелять. Тут, кстати, вас, еще вот параметр маскировки, вас плохо видно, пока вы не откроете огонь. То есть, если вы открыли огонь, то вы сразу выдаёте свою позицию. Ну, врагу вас сразу становится видно хорошо. Смотрите, они все идут вот туда, за гору и куда-то вот туда. Можно, в принципе, их здесь подождать, пока они оттуда все вырулят. А они сейчас... Ну, они же должны вот сейчас. Давайте я сброшу ход. Слишком быстро он идёт. Я не знаю. А я перекину снаряд через вот эту гору вообще? Не, что-то как-то всё плохо. Так, всё, я понял, 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 куда. Где тут летят наши снаряды? Вот, давайте мы лучше. Вон, смотрите, один наш пошёл... Отчаянный герой. Один пошёл танковать всех. Да что я... Да что я по нему попасть? А, его всё, уже подбили. О, торпеды летят. Блин, торпеда. Сейчас мне одна попадёт или не попадёт. Успей уйти, да? Успел. Я уже думал, то ли носом к ним разворачиваться. Потом думаю, развернуться не успею. Может, успею убежать. Ну, такое у меня было замешательство. Временное. Вот, хорошо идём. Сейчас попадать будем по этому парню. И он хорошо так идёт. Не торопясь её. Блин. И мы не попадаем поближе тогда чуть-чуть сейчас. Блин, торпеды где? Торпеды вот они. Вот от этого парня к нам торпеды шли. И кажется, что-то попало. Мы что-то тут все полыхаем прям. Нет, это он, наверное, со своих обычных орудий носовых по нам попал. Эти торпеды нам не страшны. Так, парень, мы тебя сквозь деревья попадём. Нет, по-моему, не попадаем. Так, отлично. Мы кого-то добили. Можно нам теперь кого-нибудь либо у того за горой? Блин, либо вот этого уже бить. Он уходит, да? Он уходит. Блин, гора всё-таки мешается. Зато тут второй выходит. Не, надо ему вперёд стрелять. Он слишком быстро плывёт. Отлично. Сейчас добьём. Попадание. Ещё давайте. Последнее. Блин, не моё. Но всё равно. Мы ему надамажили. И теперь сейчас мы вот этого ещё парня заберём. Он тоже на хитах. И плывёт совсем не быстро. Есть попадание. Давайте ещё. Блин, он по нам тоже неплохо заряжает. У нас пожар. Поворачиваемся к нему передом. А, к нему уже нет смысла поворачиваться. Его затопили. Врагов осталось двое. Нас осталось... Нас осталось пятеро. И у нас... У нас два тяжёлых корабля. У них ещё есть, да? У них все уже простенькие. Поэтому, я думаю, дело в шляпе. Думаю, мы должны победить. Единственное, что... Вон, смотрите. Наша база, да? Блин, они захватывают нашу базу всё это время, друзья. Я настолько невнимателен. Надо срочно отбивать нашу базу. Вот, смотрите. У нас круг, да, зелёный. И он уже совсем не зелёный. И он уже совсем не зелёный. Попадаем помаленьку. Мажем. А нет, вот одно попадание есть. Отлично. Блин, тут ещё один. Но этот вообще целёханик. Поэтому будем бить подранкой. Блин, а наши-то на хитах, друзья. Сейчас мы ещё и проиграть можем. Я вот сам тоже... Не особо живой. Ох ты, ё-моё, как мне прилетает. Всё, ребят, похоже я... Я труп. Так, я развернусь, конечно. Ну, мне тут с двух сторон бьют. А мне никто не особо не помогает, блин. Нет, ещё чуть-чуть. Вот сюда надо было стрелять. Торпеды пошли. Откуда? Ага, вижу. Всё. Мне кажется, мне уже конец. Прям чувствую, как меня со всех сторон... Вот этот целёханик. И... И вообще, где наши союзники? Один вот за мной плыл. А вообще, что ты тут делал? С кем ты тут сражался? Почему ты не рядом с нами, парень, плавал? Так, и один корабль вот ещё остался. Ну что ты, этого-то добей. И у него здоровья, можно сказать, не осталось. Давай, сделай хороший залп. Среди он его ещё и не убил. И ушёл за гору. А зачем? Ты бы его добил, а потом бы... Ну, я не знаю. Он как будто от него убегает. А зачем от него убегать? Ну, мы, кстати, можем уже сейчас, да, посмотреть, вот, что я там набил сверху, в правом углу. 22 попадания. Что там? 6 выводов из строя, насколько я помню, да? 3 уничтожения и... 2 помощи, да, или что это такое? А, 2 поджога, точно. Ну, добей-то у него здоровья. Вообще, там, грамулька. Один выстрел. Ну, слава тебе, господи. Осталось нашим двоим друзьям убить один последний вражеский корабль. И всё. Такая тут подичка симпатичная. Давай, наводись, стреляй. Мы из-за тебя болеем. Смотрите, он уже наш крейсер снес. Всё, эта битва осталась один на один. Но, знаете, друзья, мне вообще кажется, наш эсминец, он как-то не очень хорош. Может, это, конечно, моё субъективное мнение, но, тем не менее, хотя, с другой стороны, он, конечно, до конца дожил, да, в отличие от меня. Но вот тот момент, где он там стрелял по кораблю и всё, не мог его добить, вот мне как-то не очень понравился. Не знаю, давайте, конечно, посмотрим. Я не особо разбираюсь в местной механике игры, но он, наверное, должен быть попрочнее. Но вот вражеский крейсер, он всё-таки, он всё-таки молодец, мне кажется. Неплохо тут сражается. А эсминец наш пытается торпеду запустить. Но на таком расстоянии, я не знаю, мне кажется, у него ничего не получится. Вот, он перешёл на огонь из основных орудий, но у него здоровье стремительно падает. И он вообще, смотрите, он сел на мель, да? Нет, этот эсминец вообще никуда не годится, и, похоже, мы этот матч проиграли. Блин, но всё равно, друзья, посмотрите, какой красивый пейзаж. Вот этот вот лесочек справа, островок, вода, небо какое симпатичное, горы вдали. И вот что ни говори, всё же, всё же Warships очень красивая игра. Да, и вот очень красиво сейчас разлетается наш товарищ. Правда, у меня что-то, ну... А, я думал, у меня подтормаживает этот момент, но, наверное, это просто... Да, это не подтормаживание, это просто у нас закончился раунд. Ну что, в итоге, друзья, 32 тысячи монет за бой, 406 опыта, 22 попадания. В общем, вот такие вот мои результаты. На мой взгляд, на мой взгляд, неплохо. Ну ладно, друзья, на этом мы, пожалуй, и закончим наше видео. С вами был 11101. Если вам понравилось, ссылка на игру будет в описании. Пожалуйста, проходите, играйте. С вами был 11101. До новых встреч!